8 февраля отмечается как День российской науки. В преддверии этой даты интерактивные занятия, лабораторные опыты, конференции проходят во всех школах. Например, в Тверском лицее старшеклассники с помощью нового оборудования изучали свойства и качество воды. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Определить жесткость воды, кислотно-щелочной баланс и другие свойства учащиеся Тверского лицея теперь могут с помощью вот такого оборудования. Школа выиграла грант в федеральном проекте «Успех каждого ребенка». Десятиклассница Кира Егорова сравнивает показатели дистиллированной воды и воды из-под крана. Я занимаюсь изучением влияния воды, как дистиллированной, так и той, которая течет из-под крана, также родниковой воды на здоровье человека. Химия за рамками школьного учебника. Этот факультатив посещают многие лицеисты, которые хотят изучать предмет более глубоко. Школьники проводят различные опыты и исследования. Они сами тоже пробуют готовить растворы определенной концентрации. Они ее рассчитывают. Дальше рассчитывают массу, например, определенного вещества, рассчитывают объем воды, который нужно добавить, и все это готовят. Каждое лето ученики Тверского лицея выезжают на неделю за город. Это так называемая полевая практика по различным естественно-научным дисциплинам. И там проводим различные исследования по биологии, по химии, по минералогии и так далее. И вот с этими приборами, которые мы приобрели, очень удобно работать в полевых условиях. Такие практические занятия – серьезное дополнение к теоретическим наработкам учащихся. Сейчас школьники активно готовятся к интеллектуальной трехдневке, которая традиционно проходит в лицее в конце марта. Старшеклассники будут защищать свои исследовательские проекты перед комиссией. Как говорят педагоги, многие работы выполняются на очень высоком уровне. Поэтому выпускники используют их даже на первых курсах вузов.